Или, или, или массово обхвани. Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил? Боже, где Ты? Почему Ты не умешиваешься? Неужели Тебя нет? Такие слова, отчащиеся его мысли, вырываются от обычного человека, когда он оказывается в безвыходном положении, когда все испробовано. И сила, великая земная сила, и великая человеческая дружба, и даже молитва к Богу, как сам Господь Иисус Христос, предвидя свои страшные страдания, в Есиманском саду просит Бога, Отца, если возможно, пусть минует меня эта чаша. Иногда так бывает, что нам кажется, что даже эта молитва не услышана. Мы остаемся один на один с самим собой, и это состояние называется в духовной жизни богооставленностью. «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Впервые эти слова прозвучали не изус обычного человека, а Христа Спасителя, который являлся истинным Богом, истинным человеком. И мы знаем из Божественного Откровения и Божественного Предания, что Сын Божий никогда не был в одиночке, Он всегда был как один из трипостасного Бога. И тем не менее, Сын Божий, вися на древе крестном, произносит эти проникновенные страшные слова «Боже, почему Ты меня оставил?» Эти слова пронизывают времена, пространство, дошли до нас в этой Великой Пятнице, когда мы с вами имеем возможность лицезреть плащаницу мертвое тело своего Бога. Почему Бог умер? Ведь Бог не может умереть. Бог умирает, потому что любит человека в вине своего творения. Он берет на себя человеческую природу, самоумоляется, образа раба, становится одним из нас для того, чтобы победить то самое страшное, что давлело над человеческим родом, независимо от того, как человек жил, праведно и грешно. Человек умирал. И не просто умирал. Он сходил в ад, в Шеол, в Царство Бооставленности, где нет Бога, где нет Божественного Света. Но Бог и убил человека. и становится одним из нас, берет на себя человеческую жизнь и даже человеческую смерть. И Бог, Христос Спаситель, умирает не своей смертью, Он умирает нашей с вами смертью. Христос умирает не от страшных мучений и ран, которые были действительно ужасающими. И в Англии только очень маленькой такой чертой указано об этих страданиях, но хотя бы отчасти можем судить о тех страданиях, о тех бичеваниях из Туринской Площаницы, где отразились язвы Христа Спасителя, эти раны. Христос умирает даже не от жажды, которая действительно томила его. Христос, как говорит один из подвижников, умирает внутренней смертью, потому что Он в себе соединил бесконечную невиновность Бога с бесконечной виновностью человека. Он отожестил себя с этой греховностью человека. И для того, чтобы победить греховность, победить тлеющую смерть, Он берет на себя человеческую природу и побеждает смерть. Преподобный Серафим Сороцкий как-то одному из своих духовных чат скажет, когда ты молишься, ты просишь у Бога, и ты понимаешь, что Бог тебе поможет, но ты всегда осознавай, какой ценой дает тебе Бог то, что ты просишь. А это цена крестная смерть нашего Бога. Когда вчитываемся в Божественное Откровение, особенно на тех страницах, где описывается последняя минута его земной жизни, ты, конечно, ужасаешься. Как человек не мог увидеть своего Бога? Почему человек, который на себе ощутил безмерную любовь Божию и не абстрактную, а реальную любовь, смог распять своего Бога? И, конечно, в этом описании как бы здесь срез всего общества того времени, ведь Христа арестовывают и бичуют по заказу. И заказчиками являются духовные руководители народа иудейства, то есть те люди, которые прекрасно знали закон Божий, знали Божественное Откровение, знали его толкование, но они не увидели в Иисусе из Назарета Христа Спасителя всего мира. Они заказывают и даже сами арестовывают Христа Спасителя. В этом, конечно, участвует и Пилат как представитель государственной власти, который не нашел в себе силы противостоять этой зависти, ненависти духовных руководителей народа иудейского. Для него предпочтение было сохранить карьеру, хотя как человек разумно, и он понимал, что этот человек не может заслужить смертный указ. Эти удивительные слова, которые он произнес, все человек, то есть это истинный образец человека, он понимал, что Христос безгрешен, но для того, чтобы угодить и сохранить за собой должность, он исцемерно умывает руки. Конечно, в этом поучаствовали и же свидетели, которые обычно появляются всегда, когда судят правду и истину, они сразу тогда появляются для того, чтобы дать свои ложные свидетельства. и конечно, в этих страданиях Христа Спасителя поучаствовали и люди, народ, который мгновение ока из народа превратился в толпу. Ведь удивительно, евангелисты, которые обычно описывают все достоверно, не нашли ни одного человека, кто бы защитил Христа Спасителя, кто бы хотя бы крикнул из толпы, он невиновен. А ведь мы уверены, что среди этого народа были очень многие, кто ел хлеб, которым Христос насытил многие тысячи людей. Там были и те, кого Господь исцелял, от кого изгонял бесов, но никто не защитился, никто не встал в защиту Христа Спасителя. Вот как страшно быть в разуме и стать частью толпы. Как можно мгновенно превратиться из тех, кто видел Христа Мессию, кричал совсем несколько дней назад «Благословение Годы! Во имя Господне!» А сейчас кричит «Раскни!» Раскни Его кровь, Его на нас, на детях наших! И, конечно, когда мы об этом говорим и читаем, мы говорим это не для того, чтобы осудить тех людей. К сожалению, время продолжается и мы повторяем подчас то же самое, что произошло много веков тому назад в Иерусалиме иудейском. Но мы любим своего Бога. Мы пришли в храм для того, чтобы поклониться Его плащенице и попросить мира своему Отечеству, попросить мира своей душе. Но самое главное, мы осознаем для чего это было сделано, для чего Бог стал человеком, для чего Бог принял человеческую смерть. Для того, чтобы смерть больше не властвовала над нами. Именно только смертью Христа Бога разрушается смерть человеческая. Святитель Григорий Богослов говорит, что чтобы победить смерть и спасти человека, необходимо, чтобы это был действительно истинный Бог, истинный человек. Потому что если бы это не был Бог, Он не мог бы спасти человека. Насколько человек погряз в своем грехе, насколько грех стал частью человеческого естества. Но Бог не мог бы спасти человека, если бы Мессия и не был человеком, одновременно и Богом. Потому что если бы Он не был человеком, мы бы, люди, не имели к этому никакого отношения. но мы носим ту природу, которую нам Бог оставил после распятия и воскресения. И только благодаря этому мы имеем надежду на спасение. Именно поэтому мы каждый год приходим в Великую Пятницу для того, чтобы не просто лицезреть бездыханное тело своего Бога, а для того, чтобы попросить самое главное, что есть в смысле нашего существования. Это Царство Божие, наша вечность. И поэтому подходя тихо, спокойно в мире душевном, Божественные Площаницы, будем просто повторять слова благоразумного разбойника. Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Свое. Аминь. Спасибо, Господи.